Еще на стадии проекта реконструкции драмтеатра организация, доступная для забайкальцев среды, ставилась в приоритет. Люди с ограниченными возможностями здоровья здесь частые гости и отношение к ним особенное. Слабослышащих зрителей рассаживают в первые ряды. В ложе предусмотрены и специальные места для инвалидов на колясках. Для удобства маломобильных зрителей оборудован даже подъемник. В то же время незрячие любители театра сегодня ограничены. Как говорят сами, сейчас они посещают спектакли, но воспринимают их, словно находясь за закрытыми дверями. Но эти двери можно распахнуть при помощи тифлокомментирования. О необходимости этой услуги на личной встрече с губернатором Александром Осиповым рассказала председатель регионального отделения общества слепых Светлана Богомазова. Лестно, что губернатор обратил внимание на этот вопрос, потому что на сегодняшний день это услуга, услуга тифлокомментирования, в которой нуждаются все незрячие зрители нашего Забайкальского края, которая регламентирована уже законодательством. То есть подлоконные акты, стандарты, госразработки, все это есть, только нужна работа уже непосредственно на месте. Губернатор все это прекрасно понимает и понимает нужду незрячих зрителей, и поэтому он отреагировал очень положительно на этот вопрос. Уже в этом году для тифлокомментирования будет закуплено оборудование, в том числе радиопередатчик, микрофон и радиоприемники для десяти незрячих зрителей. Специалиста, который пройдет обучение, тоже нашли. Это бывший диктор ГТР Кочета Наталья Коваленко. Сама подготовка тифлокомментатора потребует не менее трех месяцев. Это дистанционное обучение и обучение в Москве. В Москве есть театры с тифлокомментированием, и поэтому этот специалист должен пройти обучение. Сложный процесс в чем еще заключается? В том, что это большой творческий труд, где нужно все расписать буквально по секундам, чтобы достойно довести до сознания инвалида по зрению, что происходит на сцене. Понятно, что слова и персонажи, они это все услышат, а как выглядит персонаж, что он делает, какие его действия и так далее, с какой он, в какой одежде, в какой рубашке, в каком сюртуке и так далее. Все это должен тифлокомментатор донести до зрителя, и чтобы ему было понятно. Как рассказал Юрий Паяркин, пилотным спектаклем, на котором незрячие забайкальцы впервые станут равноправными зрителями, скорее всего, станет не очень большая постановка в одном действии. Опыт драмтеатра, возможно, будет распространен и на другие учреждения культуры региона. Екатерина Станиславская, Сергей Миртов, РТК Забайкалье.